Здравия желаю, товарищи танкисты и пилотки! Продолжаем нашу рубрику «Танк в современном рандоме» и сегодня речь пойдет о немецком среднем танке «Пантера 2». Очень много просьб было и на стримах, и в комментариях протестировать танк и сказать свое мнение. Сразу хочу отметить, что танк я тестирую в топе по причине разного типа игроков, которые смотрят данный ролик. Кто-то выкачивает все с нуля, кто-то использует свободный опыт, поэтому для получения более актуальной информации о том, как данный танк чувствует себя в рандоме, я его вывожу в топ. Что ж, разобрались? Поехали! За что можно любить немецкую технику? Вот выкатываешь ты «Пантеру» в бой. Еще даже выстрела не сделал, но уже ощущается некая надежность. Он приятно смотрится, по-своему гудит, и сразу складывается впечатление, что танк вас не разочарует. Около прицела ты видишь 5,5 секунды КД, то есть ты уже понимаешь, что геймплей будет веселым. Небольшой разброс подсказывает, что орудия максимально точные, и если обратить внимание на нижнюю часть экрана, то там бодренько показывается 55 км в час. Если ты опытный танкист и хорошо знаешь характеристики танков, то сразу смекнешь, что подобную цифру вам смогут показать только картонные французские СТ, а значит, мы будем превосходить по скорости СТ других наций. Все это мы понимаем с первых секунд, и именно за это можно любить немецкие танки. Качество говорит само за себя. И это действительно так. Если детально взглянуть на характеристики, то у второй «Пантеры» самый высокий ДПМ среди одноуровневых СТ, со всеми плюшками он составляет 2411 единиц урона в минуту, почти самое точное орудие, буквально чуть-чуть уступаем «Центуриону» в разбросе, почти самая быстрая скорость сведения, совсем чуточку уступаем Т69, и отличное бронепробитие. Не лучшее, но и далеко не самое плохое. По крайней мере, про голду мы будем вспоминать очень редко. Единственное, за что хочется немного поругать орудие, это за его УВНы. Однако, все познается в сравнении. К примеру, если ты ярый любитель покатать на Т44, то после него УВНы «Пантеры» тебе покажутся богоподобными. Помимо орудия можно отметить неплохую для СТ броню. Точнее, не саму броню, а ее рикошетной формы, особенно в районе башни. Но в ближнем бою не советую вам особо на нее рассчитывать. Да, «Пантера» вполне защитна от выстрелов средних и легких танков 7 уровня, и там, где мы проигрываем по ДПМу, этим товарищам можно вытащить за счет парочки другой непробитий. Но, если речь идет об одноуровневых противниках, то это скорее везение, чем постоянство. Ну и, конечно же, о минусах, ведь танк не может быть идеальным. Основной минус второй «Пантеры» — это ее маневрность. Очень медленная скорость поворота шасси, причем она значительно меньше таких унылых танков, как «Образец» или «Тайп 59». Также не стоит забывать, что, как и все другие чистокровные рицы, «Пантера» любит воспламеняться от попадания в НЛД. Да, в недавнем прошлом трансмиссию перенесли, но это только для танков 9-10 уровня. Поэтому приготовьтесь гореть! Что ж, основные моменты просветили, теперь как эффективнее всего играть на второй «Пантере» в нашем современном горе-рандоме? Агрессивно! В нашем арсенале есть лучший ДПМ, отменная точность, отличное пробитие, хороший запас прочности и неплохая скорость. Поэтому мы должны быть обязательно в гуще событий. Но я вас умоляю, не надо путать агрессивный стиль игры с тупорылой упоркой на несколько дул тяжелых танков. Прежде всего, надо правильно выбрать фланг, ведь вашей основной задачей является ликвидацией быстрой техники, если такова присутствовать. Если же нет, то старайтесь максимально сейфово размотать ПТ-СА у противника, либо любую другую слоупочную технику, которая отбивается от общего кулака противника. Если красная команда держится едино, то старайтесь разматывать ее в слабые места. Ни в коем случае не врывайтесь в толпу до тех пор, пока ваша команда не получит весомое преимущество и никогда не стойте в кустах или рядом с союзной ПТ. У вас есть ДПМ, черт побери, у вас есть скорость, вы должны помогать своей команде, зачищая вражеские СТ, ЛТ или ПТ. Используйте превосходный таран, используйте ваш урон и, главное, используйте вашу фантазию. Не превращайтесь в однокнопочную блять. Что ж, подведя итог, можно смело сказать, Пантера 2 прекрасно чувствует себя в современном рандоме в умелых руках. От себя добавлю, что я его незаслуженно оставил пылиться в ангаре и хочу выразить вам огромную благодарность за то, что вы настоятельно попросили сделать выпуск именно об этом танке. Ну а на этом у меня все. Если понравилось, жми лайк и, конечно же, пиши свое мнение о танке в комментариях. Ну а пока... Пока! Пока! Так, что значит, идет очередная параша. Ясно, уезжают вправо. Так, ну наша задача занять основные позиции и как-то попробовать задержать, а может и уничтожить 3 единицы быстрой техники. Скорее всего, они сейчас сюда подъедут. Так, один есть. Так, второй есть. Ну, третий есть. Ну, стройкоманда вроде подтянулась. Понеслась жара. Че-то сзади кто-то. Да не, вроде нормально кроет там. Так, ну вот видим, да, что Пантера спокойно может под ТПМ-у... Блядь, промазал. Может спокойно разбирать и существовать на первой линии. 5,5 секунды, очень хорошее время перезарядки. Все, рашит. Пизда, ребят. Все, это хана. Хорош. Так, что-то они остановились. Слушайте, есть шанс вроде бы отстреляться. Дво... Блин, боевкладка. Жесть, двоем держим. Капец. Где команда-то, мать твою? Попал. Тиса надо убить. Давай, давай, родимая, я успею. Все, жесть. Сейчас мы... Сейчас обзору убьют. Готов. Блин, Т-34 выехал. Ну все, ребятки. Аревуар, как говорится. Ой, ой, хорош, хорош. Боже, братюня, держись. Держи. Нет, сейчас 44-ку бьет. 44-ку бьет. Наход. Ай. В камень он врезался. На упреждение ведь стрелял. Потеряли. Ну, слушайте, вроде отбились. Фуф, отбились. Капец, вот это был напряженнейший бой. Выжили на первой линии. Просто напряженнейший бой. Интересно, сколько я набил. Так. Фу, я даже не знаю, что я тут нес, потому что я был полностью, полностью сосредоточен. Не знаю. Поставим. Все. Не знаю, может быть, даже без озвучки оставлю. Ой, жесть. Да, не успел написать. Хотел сказать спасибо. О, первая степень 3200. 22000 в плюс. Нормально. Что ж, вот такой вот танчик, пантерка. Ребят, ставьте лайки. До скорых встреч. Пока.